Игнать Игоревич, ну опять мне пишут люди. К сожалению, не критику, ничего, не спасают вам в кавычках, а вот такие добрые, скажем так, послания. Вот Игорь Кривошеев, которого мы разбирали сообщение утром, написал, а где заказать такую гепку, как у Игнатия в виде флага России? Да где-то его, нигде, это же самодельно, сам это ответственность, это Надежда Васильевна шила по заказу, потому что старая истрепалась, и я ее берегу как праздничный, я влюблен в этот флаг, он божественный. Единственный за всю мировую историю такой флаг, вот как. Он для всех вер, он вне временной, вне конфессиональной. Хорошо. Есть такое, вот Станислав Зеленский, знаете такого? Нет? Зеленский? Да, Станислав. Зеленского я знаю, такой учебный был. Виталий, добрый день, как у тебя дела? Как вы там в Потерявке живете? Есть ли новые видео? Новых видео очень много. Утром сегодня восемь выставил, он о чем спрашивает, меньше восьми за день не бывает, и при том серьезные все необыкак. Как здоровье Игнатия Тихоныча? Слава Иисусу. Ты и счастливый человек, видишь его каждый день. Он для меня многое сделал. Я стал смотреть на мир по-другому. Такие люди, как Игнатий Тихоныч, рождаются раз в сто лет. Он для меня духовный учитель, с большей буквы пишет, духовный учитель. Поэтому я тебе, Виталий, даже немного завидую. Ты учишься у него каждый день. А я смотрю видео, читая его книги и тоже учусь. Храни вас всех, Христос. Игнатий Тихоныч, вы говорите, что временем не дорожу, игнорирую этот вопрос. А насколько это важно в жизни? Первейшее. Почему? Люди говорят, время это деньги. Нет, деньги можно вернуть или подарят, а это никак, отмерено. И второй жизни не будет. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Дорожи. То, что сегодня мы так обычно, встречаемся, беседуем, сидим. Завтра невозможно будет. Мы будем вспоминать и плакать. Сидим, там хлеб не доели, лепешка. Ничего не будет. Нету ничего. Разрушены, выброшены были. А как вы к этому пришли? Вы с самого начала дорожили временем? Я всегда такой был. Я по-другому просто не знал никогда. Я вспоминаю. Отец пасет. Пасет целый день. Вечером в пригоне. А мать-то доярка. И она дает мне задание. Пасет целый день. Пасет целый день. Вот. Пол-вектара. Вот как здесь усадьба длинная. Вот пять реков. Пример. Я сейчас уж не помню точно. Маленький был. Может быть уже лет семь было. А то уже большой считается. И скажут. Надо прополвать. Не тяпкой. А траву убрать. А траву убрать. Я пластаюсь. А у меня нос обгорал. Нос шамушился. И шкурка слазила. Я его закрывал всячески. Там или смазывал. Или страдал. Больно было до крови. Обгорает на солнце все. А я там под этой. Под картошкой. Под листвой. Надо пройти. Я прошел. А зачем? К четырем дня примерно. Часов-то не было. Я теперь так вспоминаю. Чтобы я мог быть свободным. И побежать в степь. Знаю где суслики есть. Два ведра беру. И они там на высоте суслики. Был мне паз. Поле-то это. Наверное, везде по дороге были. Сейчас ни одного нету дигде. И водой выливаешь их. Один день, помню, 72 суслика поймал. 72. Вообрази. Не могу. Да. Их надо все ободрать. Я их всех обдеру. Просушить. Шкурки растянуть надо. У меня ставни были. Я на ставних везде прибивал. Прибивал. А потом надо за 20 километров шарщину сдать. Первый сорт 6 копеек. Ну, обычно возьму там второй, пятый. 5,4 копейки. Второй сорт. А третий был 3 копейки. Мне велосипед надо купить. Я копил деньги. В хорщину учиться. Поэтому я временем дорожил. Всегда. Очень много читал. И на пустые разговоры я не понимал даже это как. Делал выводы в кино, когда смотрел. Запечатлевал. Погоду. На каждый день записывал определенный кубик. Там это туман, дождь. Полдня ли было. Никто не учил. Ничего. Сам. И следующий год я сравнивал. Как. Сходится. То есть сам какие-то выводы делал. Пацаненок маленький. Ну, кто будет делать. Уже дневник вел в то время. А уже в пятом классе тут у меня все самостоятельно. Все, что одиннадцатый год. Одиннадцатый год. Я не знаю, как время не ценить. А сейчас взрослый дядька стоит. Ты развернулся, опять стоишь. Вот ты развернулся или там бросил, потом давай носить опять. Ты не соображаешь, что надо рядом положить ботву эту. Ровно не надо. Лишь бы вытащить ее. И никуда там бросать ее. А именно где грани огорода идет. Время дорого. Ты его время нисколько не ценишь. А раз время не ценишь, значит у тебя его не хватает. Ты не можешь сделать то-то. Посетить то-то туда. То есть не можешь. Вот сейчас президент в отпуске кино поставил. Я сейчас начал смотреть, вижу пустое. И выключил. Всегда это не буду. Я очень много смотрю мир природы. Очень много. Смотрю в город. И какое-то не назови. Там слоны, ляфарды, львы, гиены. И у меня много просмотров. Разные личности. Такие-то. Ну а новинки какие появляются. Сейчас отец Владимир Головин его преследует. Ему сейчас трудно. И в это время твой товарищ на него бросается. Ну мог в другое время-то. Его и так давят, что вот-вот могут санк снять. И в это время я еще добавлять буду. Это нихо. Но нехорошо. Никуда он еще сейчас не делает тем более. Ну, Игнать, тихо. А? С одной стороны вас можно понять. Как понять? Да тихо на тебя давят. Все кто-то выходит. Да вот время самоценно. Даже не согласен. Ну я не согласен. Потому что я на своей шкуре испытал, чему он учит. Ужасно просто. Мы вот разбирали его вот эту. Заодно это его следовало бы действительно санк санк санк. Ой, да. Да, Игнать, тихо. К сожалению, это так. Ну вот так этим людям еще ответить. Слушай, ну даже здесь то развесываю. Ему тяжело. Я бы мог сказать что-то. Но ему тяжело сейчас. Сейчас я вас понимаю. Нет, ну. Это все. Это когда бросается, я не знаю, кодло. Бродящих собак. Это все где-то отомстится тебе потом. И говорит, плащи с плащущими. Радитесь, радуйся. А здесь не так. Ему тяжело. Где-то что-то может быть так. Не коммули. И вот до времени я буду. Да как же так? Разве можно? Понятно, что. Человек может и не выдержать. Что он делает сейчас? И что он не делает? А вот он сказал. Он говорит то, что патриархия говорит. За грани залазить. Да, все дело очень непросто. Я вот сегодня работал и все размышлял о людях, с которыми я встречался. Близкий был отец Дмитрий Дудков, Глеб Якуин. Это священники. Александр Мейн. Я вспоминаю, как мы беседовали. Зоя Крахмальникова, у которой были. Почему они не могли выдержаться на золотой середине? Куда их потянуло? Вот Зоя пошла Александровна к Богородичнику. И делись, и делись. Как она могла это дать? Отец Глеб Якунин. Такое умница. Потянулся к Филарету. Филарет Денисченко? Да. Ну как это так? Я говорю. Отец Дмитрий Дудков коммунистом. Стал духовником. Там газета завтра. Коммунистом. Об них говорить даже нельзя. Отец Сталин. Я жду, когда его канализируют. Это он. Как будто совершенно ума лишился. Так я беру только. Которые здесь знают, лично беседовали. Хорошие люди. Почему они не могли до конца быть верными? Ну вы так ответы не пришли? Нет ответа. Нет, я бы, мысленно так у меня крутится ответ. Я должен найти, что у всех что-то должно было быть. Вот именно какое-то событие, почему они как бы отвергнутые были. Я перечисляю, вот, три-четыре человека. И у меня мысль приходит, вот, то есть, за что? За что? Я могу ошибиться, но, однако, это так. Они не устояли. Я очень печально. Вот, допустим, мужик русских философ, Соловьев Владимир Сергеевич, Бердяев, Павел Флоренский. Вот такие величины. И все куда-то их затягивало. Что-то они новое добавляли, что в дальнейшем ереси называют. Почему они не хотели? Ну все символ веры есть, каноны есть. Зачем они дальше это? Даже по-топопу в вакуум. Это не выскажешь, какой крепости человек. Договорился до того, что вот трое, не трое, а щековицы. При мудрости это отдельное лище, София. Там можно так подумать. Но церковь так не учат. Для меня закон церковь, толкование. Я нигде не мудрствую. Мое дело исполнять. Молиться. Вот они начинают там, ну, просто подкапываются. Я никого не хочу судить. Просто этих людей, которые вот так делают, вот в этот момент, они как жестоковыльные, жестокосердные. Как можно нападать на человека, которому тяжело? Тяжело, и на него нападает, и он тоже осел, и я, и льва, и льва, и льва. Не, ну если так рассуждать, понятно, что это. А как рассуждать? Да от меня еще не зависит. Там разберутся. Я никакого отношения не имею. Ни в этой епархии, ни в том, что он делал. Ну, никак. Я просто вот там Андрея Кураевна подняла, пропеста. Не преподавил в МГУ. Я сказал, приезжай, отдохнешь у меня. Вот я говорю, нары, нары. Ну, однако, не приехал. Ну, что что не приехал, Бог судит меня за мои поступки. Один человек говорит, я отвечаю за то, что я сказал, а не за то, как ты ее понял. Ты их как-то все переворачиваешь, так ли. Отвечать ты будешь за это. Почему они тут заходили за эту грань? Вот этот Иосиф Будьоз с иконой ездил везде. Убили, ни иконы нету нигде. Это все посередине. Его я говорю, как? Почему не закрыто было окно на крышу, а не в окно влезли? Убийцы. Зачем он поехал? Возился с иконой с этой. Возился. Зачем? Ну, это его служение будет. Какое служение? Ну, он так считал, и все считали так. Да мне зачем считали, нет такого служения. Ну, как же? Я говорю, нет, ну, есть, покажи. Где написано, чтобы с иконой все время ездил и Блабуханя развозил? Где? Он хранитель иконы. А теперь кто хранитель? Иконописец. Он же икону написал, кстати, я ей подарил. Ну, что это значит? Видно, поклонники прям настоящие. И главное, начинают, пошли обедать, и с нами на обеде присутствовала икона Веерской Божьей Матери. Тащат икону за собой. Здоровые дядьки, ну. Это прямо никуда. На благовестие не пойдут, что угодно будут делать. На благовестие не пойдут. Ну, вот так. А почему они идут, непонятно. А что непонятно-то? Есть Бог, есть дьявол. Что непонятно? Есть свет, есть тьма. Есть Слово Божие, есть отсутствие Слова Божьего. Что? Тут все понятно. Может, священники действительно не предназначены для того, чтобы проповедовать Игнатих? Не предназначены. Ну, они вот службы отправлять, жертвы приносить. Так апостол Павел. Религи. Апостолы совершали, но они шли до края Вселенной. То есть апостолы тоже литургии совершали? Да ее не было. Говорят, якобы была Марка. Но они преломляли хлеб, да, апостолы? Преломляли. Имеется в виду, Евхаристию они совершали? Такого не было ничего. Дальше-то и хористический корон, и Азла Тауз. Еще четыре столетия. Подождите, причастие было с апостолами? Я об этом говорю, Игнатих. Ну, не было такого, как сейчас-то. Не дождешься, когда причащать было. Причастие начнут, крутят, крутят на одном месте. Понимаешь, как. Не было этого. Прямо вещает, показывает, как грядешь. Он за руки их взял. Господи, благослови их. И все кончилось. Муж и жена. А сейчас водят, посылают. Там по солнцу, нет, свечки. На коврике, там, свечах. За руки возьмет, полотенцем умотает. А сколько иерахив. И все вспоминают. Я говорю, ты сейчас опомнил, ничего не помнил. Я только думал, как бы не упасть. У нас тут Белла потеряет под венец. А батюшка венца не имел. Из цветов сплели. А я вознида пригласил тут, которые рядом были, пастухи, смотреть. Началось свечание. Смотрим, жениха нету. А он прям тут же под венцом его скрутил, а его упал. Упал или нету. И смотрим, уже невеста одна стоит, а дальше из-за народа-то не видать. Еще он упал в паморок, в помрачение. Простился. Вот такое. Я насмотрелся на все это. Нет этой евангельской простоты. Но я принимаю как есть. Я просто рассуждаю. Как все запутали. Столько богослужения, богослужения. Так разобраться. Богослужения это уже на небе все. А люди неверующие стоят. Их обратить к Богу надо сначала. Служба-то вся божественная. Она небесная. Литургия, как говорят, часть неба на земле. Но люди-то ничего этого не знают. Вот какому-нибудь баптисту, адвентисту рассказывают. Тут еще поймут. Они знают Христа. Не знаю. Как это можно не понимать. Нужно было весить. А у них служба такая. Ну какая она служба? Кому? Зайдешь, стоит, бубнеет. Люди только столбушки стоят. Никто ничего не понимает. Просчитать-то правильно не могут. Я не реформатор. Я ничего не делал. Я просто говорю, что не было этого так. А вы хотели, чтобы вернулось? Вернулось. Для меня это достаточно. Я понимаю, что язык встаю. А другой-то не понимает. Нет, это нехорошо, что не понимает. Да я вас понимаю, Игорь Тихонович. Как материал этот. Вот вы говорите, дневник стали писать с 7 лет? Да, примерно так. А что вас побудило-то? Я не могу ответить о этом. Просто оставлял в памяти. Я все любил это запоминать, смотреть, возвращаться, размышлять. Я все время в размышлениях. И у меня размышления не так, что я вижу, куда-то метнулся. А у меня размышления идут такие предложения. Главная часть предаточная. То есть, если бы это произносило вслух, это прям книги писались бы. Ну, это же не с детства такое. Ну, вот так я не знаю. Такое мышление. Это пришло постепенно. Это избрание. Я так понимаю, что человек избрание получил от Бога. У него все вот это так идет. А избрания нет. Он кожилися, пытается. А силы нет. Ну, у каждого же свое, так скажем. Своя, свое. Не знаю. Ну, все должно быть так. С полной отдачей. Всем умом, всем сердцем. Это для всех. Идите проповедуйте для всех. Никаких талантов тут не надо. Ты услышал? Давай. И он за того сговорит, что обратить душу. Нужны тысячи талантов. А чтобы крестить, ни одного не надо. Достаточно быть священником. Рукоположным. Тысячи, ни одного. Почему? У каждого свое. Ему там что-то надо отвечать, поддержать, сказать. Православие мертвое. Ну, там отдельные единицы. Когда она мертвая, люди приходят, уходят. И ничего нет. Ритуалы-то совершают. Крутят, крутят. Но, однако, вы в православии не отходите от этого мертвого православия. Ну, это же, как сказать, мертвое раздевает. Что-то так перехватился, я с топором достопил. Игнатихович, а вы когда причаетесь, что-то испытывает душа ваша? Когда вы причаетесь? Ну, что я испытываю? Ну, не знаю. Какие-то чувства. У меня ничего этого нет. Я ни разу не слышал ни одного слова, ни одного видения в жизни у меня не было. Я никогда ничего не видел. И в этом не нуждаюсь. Когда-то он говорит, я верю. А ты ей требуешь чудес. Нет, вы зачем причащаетесь? Что вам дает причастие? Жизнь. Как это проявляется? Жизнь. Обо всем. Вот мы рядом с тобой, и ты замечаешь, какая разница. Это же в простой работе. Ну да. За отношениями к людям. То есть это благодаря причастию все? Я не говорю, что благодаря причастию. Ну, вы мыслите себя без причастника? Ну, значит, что-то оно вам дает, что? В первую очередь, это повеление Божие. Если бы я вот так вот не причащался, вот я в тюрьме был, я на истощение иду. Поэтому я запросил, чтобы священник приехал. Меня дважды исповедовали, причащали в тюрьме в местной. Прямо в тюрьме. А сказали, нет, нет ничего, нет. Продолжаю и дальше. От меня не зависело бы это. Интересно, тогда окна были у следовательских кабинетов наружу. А Надежда Васильевна пришла и не запускает. Она знала, что священник здесь, видимо, где-то примерно, она видела, она там идет, полисадник, так там сейчас есть, и дорожка тротуар. Она идет вот так вот, одежду распахнула, а там написано крупное, идет запись. И опять захлопнула, как еще нет. Идет запись. То есть она видела, как они суетятся, там провода протягивают и прочее. Подслушать исповедь. А священник-то, похоже, не знал. А я еще скажу на исповеди. Я ему сказал, что вот меня сажают, в этом обвиняют, а я не каюсь. Я не виновен. Я должен ото говорить. Потому что власть должна быть, как Бог заповедил, антивласть борется с народом. Уничтожает, молиться не дает. Но ко мне власть хорошо относится. У меня такие знакомые появились, среди охранников. А потом я приезжал уже раз в месяц, у них проводил занятия. Все работники собираются утром до смены. Я у них выступаю со Словом Божьим. Так что эти друзья, которые пишут, я их не знаю. У меня бывает иногда так охота посмотреть. И дальше я размышляю. Искупление. Я сказал, ты посмотри сегодня, если Володя разрешит. Искупление. Он где-то 45 минут что ли пил. На ногу. Очень хорошо поставлено для евреев. Искупление. Искупление. Еще, пожалуйста, скажите. Причастие, еще что дает? Жизни. Жизни. То есть, вот я сейчас, что мне сон дает? Вот я уснул, утром встал и уже бодрый, начинал как бы молиться. Это образно, я говорю. То есть, полное отключение от того, что было. А силы-то, если нету, не поступают. Вот я сейчас поел, пожевал лепешки, а ничего больше нету тут. Простяная кашка. Вот, это жизнь дает, а это духовно. Какой-то у тебя всплеск-то бывает, эмоции, у меня ничего этого нету. Я знаю, что это надо и все. И я причащаюсь. И благодарю Бога. Никаких чувств у меня не требуется. Это люди придумывают. Я ничего такого не ощущаю. Но разница, однако, есть без причастия, когда вы долго... Хотя, когда ты уже поймешь, что уже заплыл далеко. А пока ты около берега-то ничего нету. Ну, у меня раньше было, вот раньше... У меня была жажда причащаться. Я тоже был. А вот сейчас я действительно как мертвый. Мне оно и особо и не надо. У меня нет жажды. Позыл, позыл. Нет жажды причащаться. Нет ее. Я просто знаю, что надо и все. Ну, это значит, вы как для галочки, что ли, делаете? Ну... Выходит так же... Кому галочки-то, опять же? Ну, для Господа, для галочки. А у Господа галочки. Вы сказали, что это поведение. Галочек нету. Ученики сидели, он подал. Ничего они чувствовали. Нигде ничего. Я не знаю. А? Ну... Где? Чего? Ничего этого нету нигде. Это мы придумываем. Нет этого ни в Писании нигде. Что они чувствовали? Что они чувствовали? Барашка съели. И только после этого вином запили, потом причастили. А сегодня каплю воды выпил или таблетку съел больной, то все уже. Ну да. Ну, она придумывали до конца крови. Я знаю, что это надо. Надо и все. А что я испытываю, когда пост? Так можно ко всему сказать. Нет, ну извините. Ну Игнатич, причастие это же кровь и плоти Иисуса Христа. Ну это ты знаешь, считал это дело. Я не вижу ни крови, ни плоти. А если видеть человек, допустим, службу должен прекратить. Мы верим в это? Ну я верю в это и все. Я знаю, что это надо. На душе радостно. Вот этот день, когда причащусь, как свет какой. И вот, допустим, что дает мне в семикратном день молиться? Ну да. Вот. Я знаю только как. Разговаривать неохота. А в чем попало? Молитва. Благослови Господь. А что я чувствую? Можно ответить? Кто это не знает? Да. Алло. Алло. Вас не слышно. Да, да. Это Константин Зеленский. А ты? Нет. Плохая связь. Кто-то прорывается. Не знаю. Вот это сказать, что я чувствую, когда и о розговаривании был пост, а потом поедал. А что чувствую? Мы чувствуем, что хорошо. Благослови Господь. И исповедуешься, Бог дает слушание. Как бы близости. А вы говорили, дар слез вот это. Ооо, это другое. Это не то, что там в рот разинуло. Это дар. Дары выпрашиваются, Бог дает. И дар сам не делается. А в причастии так и называются дары. То есть, все, что вы просили на молитвах у Господа, Игнатий Игоревич, оно, он вам дает? Давал? Постоянно. Я получаю силу. То есть, это как по Писанию, да? Все, что не попросите, дастся вам, да? Да я не один молюсь. Ни двое, ни трое. Я по интернету сразу сообщаю. У меня много-много молитвиков, близких, друзей, которые даже мало кто знает, заходят на это и молятся. Это и есть молитва по соглашению? Нет. Нет. Просто молятся. Он уже включил. Все на этом. Молодец. Пускай смотрит. И ты увидишь что-то. Ну я пойду тогда. С Богом. Я еще раз затопил, тушку закрыл. У меня тепло везде. Тепло. Так, благодарю, Виталя. П Tortвили везде. Знаю.